есть хорошо опиши пожалуйста как сегодня выглядит наша комната диагностики кресло стоит я всегда прошу своего наставника приходить он пришел да он проявился сейчас проявляется снимается все маски голограммы насчет 3 1 2 3 улыбается отлично он должен понимать мы обязаны проверять мы его приветствуем и мы тогда начинаем работать хорошо так переходим к нашей клиентке сейчас посмотрю на ее фотографии еще раз запомнил хорошо и я прошу тебя в энергоинформационном поле земли найти тонкую эфирную энергетическую копию и мы приветствуем регину и интересуемся готова ли регина диагностики доверить ли она нам свои биополин на период сеанса да отлично пожалуйста считай физические параметры в виде процентов энергии частоты вибрации этой энергии в герцах на момент начала восемьдесят шесть тринадцать тринадцать керц хорошо и попросим тонкую копию регины разбиться на фантомы 1 2 3 и произвели пожалуйста их визуальный осмотр на наличие блоков затемнения деформации праве работа чакральной системы проверить движение энергии по меридианам дай пожалуйста свой комментарий начнем с красного тела первое тело первая чакра ну ты знаешь красным есть затемнение есть затемнение хорошо где вверху они пятнами пятнами и низу да окей хорошо похоже на темных переходим ко второму телу оранжевое тело два пальца ниже пупка оранжевое такое эмоциональное тело сочное сочное такое ну вот здесь где ближе к пупку как раз там учиться темнение есть это вторая чакра хорошо переходим к третьей чакре желтая желтая хорошая переходим четвертой чакре грудь зеленая четвертая чакра голова немножко засвечена нормально переходим к пятой чакре голосовая вишутка светло-синий цвет хорошая и седьмая чакра чакра фиолетовый цвет тоже хорошая хорошо собери все фантомы вместе один два три и переходим к более глубокому анализу более глубокой диагностики выяснения причин затруднения движения энергии по фантомам чакральной системе и я даю команду диагностики и настраивайся на биополе регины которая полностью проецирует на всем своем энергетическом теле на всех своих фантомах всю чужеродную энергию все присадки все импланты все подключки на всех фантомах если такого есть ты их сейчас увидишь полностью проецируется вся чужеродная энергия на биополе регины начинает гореть как внутри таки снаружи в голове черепи позвоночники во всех ее органах внутри и снаружи фантомов биополе регины само находит чужеродную энергию поджигает подсвечивает ее изнутри ты видишь всю полностью чужеродную энергию на ее энергетическом поле один два три рассказывали в области глаза правого класса маячок разбираться дальше космическая сущность дальше ты знаешь вот я вижу фантом хорошо да и где-то до диафрагмы не перекрыт да потом это низкая сущность дальше пыталась просмотреть да прям такая плотная темнота понятно мимикирующая низкая сущность хорошо давай сделаем тюрьму нашу любимую их любимую на счет три сформирую рядом большую лазерную клетку один два три есть и по первой метровой лазерной клетки на счет три дополнительно устанавливать один два три защита стоит есть и я посчитаю от одного до трех и все ответственность за подключки проявляется в клетке один два три кто у нас зоопарке рептик серенький грей кто еще ты знаешь он такой может быть от этих зеркал они так этот снимается все маски и голограммы на счет три один два три фантом перестает перед тобой первое в данном виде согласно своему эйпфирному коду днк как он выглядит такие раскосы глаза высокий или маленький круглые высокий высокий хорошо серенький так на это где удивился что его увидели удивился он еще больше сейчас удивится он будет весь вечер удивляться и пожалуйста сейчас я посчитаю от одного до трех и считаю три цифры на один два три 211 211 хорошо что это значит это 211 уровень 211 уровень не совсем низкий скажем так ну давай пообщаемся с ним сколько у тебя как у тебя энергия все нормально не теряешь нормально отлично ну привет грей ты меня слышишь он вот так рука вот как сказать руками своими этот типа удивлен что еще разговаривать мы сейчас не будем грей мы не только сейчас с тобой будем разговаривать я тебе больше скажу если ты сейчас не будешь отвечать на мои вопросы я на тебя начну воздействовать у меня есть методы воздействия на любую сущность включительно грейв твой ответ ты согласен отвечать на мои вопросы и коммуницировать или ты будешь да хорошо объясни пожалуйста мы знаем что вы любите лгать поэтому я буду проверять каждое твое слово так назови свое имя как тебя зовут ифо 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 сколько тебе ты 211 уровня я понимаю да так ну ну ты довольно высокий такой ну уровень скажем так как ты попал ифо в тело регины объясни пожалуйста когда это было и на какую частоту ты подцепился лента по моему отматывается назад сейчас ты четко ясно видишь месяц число когда это случилось 1 2 3 лента разворачивается до того момента когда случилось ну вообще вот как вот зная регину я знаю что она такая в основном на просите на тут как да что-то она так психанула и на это какой-то да это был какой-то конфликт конфликт какой-то был и психанула и ну не показала но это посмеялась посмеялась а внутри у нее вот это прям все там бушевала понятно не сказала вот так регина так случается под ключики запомнить эту информацию и пожалуйста в следующий раз поступайте разумно так переходим тадам как долго он сидел ифова в теле долго сколько это долго мне нужна временная оценка несколько лет тут я несколько лет сколько именно лет отмотая ленту времени назад лет семь восемь лет семь восемь в биополе регины или у него есть другие соседи есть хорошо посмотри внимательно спасибо он 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 задумался он типа думает ну как бы он задумался он думать говори подожди и на счет три я подхожу сейчас к его клетке один два три и он ясно и четко видит мою защиту видит рядом и оружие и еще раз его спрашиваю он на ноги показывает ее правильно кто это низковибрационная сущность почему он они в клетке сейчас хорошо и я посчитаю сейчас от 1 до 3 и все до сих пор не обнаруженные низковибрационные сущности ответственные за подключку в биополе регины проявляется в клетке 1 2 3 ты знаешь ну это это низковибрационный да типа подойди к нему снимается все маски и голограммы на счет 3 1 2 3 фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК это знаешь он как маленькая собачка но это похож на беса на собачку сильно похож на маленькую бывает же вот эти собачки у которых это шерсти нет он такая гладкая есть баллон очки у меня у меня вообще шкуры нету такая глазастая как будто вот на такую похож сильно маленький не меняется в этот после команды ну только у него стали уши длиннее язык высунулся и все взяка еще раз даю команду снимается все маски и голограммы на счет 3 1 2 3 да бес или черт кто пусть отвечает я к нему обращаюсь кто ты такой ты обнаружен ты находишься ты наш заложник сейчас будешь кооперировать отпустим возможно не будешь кооперировать будем бить тебя на твоей чистоте поэтому я тебя спрашиваю предлагаю отвечать на все наши вопросы если будешь врать при малейшей лжи моментально получаешь удар понял сейчас я смотрю на него подожди хочу он ответил он понял или нет да что ты на него смотришь ну он такой интересный вообще он чуть немножко по другому выглядит как его зовут пусть представится повернись повернись как нет я ему говорю повернись вот вернулся он не отвечает на мой вопрос мне не идет имя вообще хорошо я сейчас подхожу к нему и бью его на его частоте 2 секунды 1 2 3 пошел удар 1 2 1 2 стоп я еще раз повторяю свой вопрос пусть назовет свое имя пусть идентифицируется он прям лежит уже что-то его так сильно пусть встанет сейчас я ему даю команду встать 1 2 3 и отвечает на мои вопросы и отвечает на мои вопросы кто он как он попал в это тело и как его зовут сейчас я ему даю ну он говорит что-то но я не понимаю этого пусть говорит так чтобы ты его понимала 1 2 3 пусть говорит тебе понятно не знаю не знаю какое имя но сидит тоже приличное время сидит когда подсел подсел не что и сказать она сейчас поймет я скажу вот этой дорожки бегает она туда-сюда через дорогу и как это случилось да и это вот в этот период когда нам бегала все время чуть чуть позже она осталась на потемках уже бегала и в этот момент но у него хорошее настроение было у нее не было неплохого настроения ничего а как он мог подключиться на высокой частоте вибрации да у него хорошая может уставшая она была на настроение нормально вроде как было пусть он скажет как он подцепился ну знаешь вот он сейчас я тебе скажу как это я сейчас чувствую и хочу выразить это чувство что она слишком такая такая бегала вся в побегушках в этих и действительно много зависти вокруг и наверное пусть он скажет пусть он скажет ты сейчас считаешь информацию я хочу от него выслушать а я с нее считаю информацию ты мне скажи пусть он мне отвечает а он вообще говорить не может он почему он не может говорить не знаю он не говорит ты можешь говорить пусть у него нет головы один два три я приказываю тебе говорить нет он не ну как тебе сказать спроси он хочет я опять на него воздействовал или он будет со мной общаться он ему ответ уже говорит он хочет он хочет ну как не говорит он смотрит в сторону туда где портал просит портал ему открыть уйти хочет не уйдет он никуда он наш заложник пока он не будет коммуницировать он может вообще там навеки остаться могу отправить в галактическое ядро ты знаешь появляется что проявляется фантом показывает ну это смуглой девушки да и этот смуглая такая кто такая я его спрашиваю кто такая это бес или черт с кем мы имеем честь сегодня чертик он черт да хорошо черт на черт он показывает чуть выше заходит чем бесы по частоте на какой частоте он зашел на каких вибрациях сколько герц 4 4 гер ну это очень тогда низкая получается низкой герц это она должна была быть серьезно очень в таком серьезном упадке сил или плохом настроении или что-то такое но это низкие вибрации конечно понятно что он еще говорит ну это знаешь я сейчас вижу просто просто хочу описать давай а женщины или девушка или кто я не знаю кто она ей но фантом вот это женщина да связан с этим чертиком так ты что да а че она не проявилась в этот черт как она относится женщина к тебе пусть покажет это он это она его тебе это она послала тебя к ней к регине ес на и что то они отворачиваются друг от друга да кто они ну это черт и это фантом как будто не хотят смотреть друг на друга но Но вот это, походу, это или зависть, или что-то она, как сказать, что-то сделала, но прямо с таким этим, чтобы тебе там, короче... Хорошо. И я даю команду. И переходим на частоту магического воздействия. Если таково есть, соответственно, из-за магического воздействия проявляется в клетке. Один, два, три. Но она не в клетке. Она не в клетке, она рядом стоит. Хорошо, для сущности. Ты ее видишь хорошо? Вижу. Кто такая? Пусть представьте. Казашка. Как ее зовут? Скажи, магия обнаружена. Законы магии знаешь? Она вообще... Как ты скажешь? В шоке, а она... Она говорит... Она не магией не занимается, говорит. Это не магия. А что это было? Это вот... Она прямо зеленая. Это зеленая зависть. Это зеленая зависть. Угу. Хорошо. Будет отдавать все, что она у нее забрала. Так, у нас получается три сущности сейчас в клетке, да? Но она не в клетке. Она рядом с клеткой стоит? Или она фантомом стоит? Хорошо. Фантомом стоит. Она будет находиться там до тех пор, пока я ей отправлю на ее частоту. Она наша заложница сейчас. Она подключена магическими каналами к нашей клиентке. Поэтому она никуда не может из этой комнаты, до моей команды, вообще деться. И даже пошевелиться не может. Так. Значит, у нас три сущности. У нас Грей. У нас Черт. И у нас вот эта женщина Завислила. Женщина. Больше никого нет? Смоглая. Больше никого нет. Хорошо. Давай тогда начнем. Переходим к реверсу энергии. Так, я предлагаю всем присутствующим добровольно дать энергию. Если я замечу, где-то будет замораживание энергетических каналов, я начинаю безразговорно воздействовать. И я даю команду тонкой копии Регины спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Один, два, три. И начали выстраиваться каналы с сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Регине. Энергию страха, неуверенности отдаем. Энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним назад. От головы идет Грейл такой, а от чертика идет снизу живота. А ты знаешь, что вот это фантом женщины идет к обеим ногам. И эта женщина, вот я на нее смотрю, да, а в ее фантоме сидит еще несколько человек. Такое бывает вообще? Бывает. Можем потом посмотреть, но это сейчас не важно. Давай, пусть посмотри за реверсом. Нам важно все забрать и все вернуть. После этого мы будем уже дальше смотреть. Очищается фантом. Но не быстро, что-то некое. Усиливаются потоки. Один, два, три. А ты знаешь, что вот эти вот каналы на ногах похожи на такие... Каковы? Как ногти длинные, бывает же. А, вот так вот, да, да, да. Такие вот, знаешь, как у орла. Может, длиннее даже. Это ритуальная магия. Хорошо, дальше. Да? Ага, дальше. Описывай канал. Как меня интересуют потоки? Все забирают. Идет. Еще. Грея какого цвета идет? У черта какого цвета идет? И к ведьме какого цвета идет? Вот к ведьме... Вот реально, может быть, ведьма кто-то есть. Может, туда серая такая, прямо туманнистая идет, да. Прям... Ну, что-то ей на ноги сделали явно, да. Она забирает все? Сейчас вижу. Забирает, идет. Женщина в платке. Платок назад завязала. А, понял. А, понял. Ведьма, да? Как будто дома хозяйка. Будем потом разбираться. Реверс не закончился? До сих пор идет. И посмотри, сколько высосали. Кому больше всего идет? В ноги больше идет. Магия. Дай команду еще раз, чтобы быстрее шло. Я даю команду на счет три. Потоки усиливаются в десять раз. Один, два, три. Пошел откат. Все, забираете до последней капли. Полностью. Угу, есть. Не забрали. Да. Грей. Черт. Ведьма. Черт. Ты знаешь, фантом такой прозрачный стал. Он не стал такой белый. Белый, как обычно, становится там, да? Вот такой вот. Это может быть еще означает, человек умер уже. И на том свете это все равно затвернется. Но я думаю, сейчас разбираться не будем. Ответь мне на вопрос. Сейчас они все забрали? Каждый свое? Они забрали. Я говорю тебе про фантом Регины, что ее фантом прозрачный. А ее фантом стал? Да. Он не наполнился белым светом, понимаешь? Он просто стал прозрачный сейчас. Мы сейчас будем проверять, кого током просто ударит. Хорошо. Давай это вот. Хорошо. И устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы. Один, два, три. Есть. И в порядке реверса Регина забирает чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Регина себе обратно. Она хозяйка своей энергии. Возвращает все свое себе обратно. Опиши. Пошло, идет. Вот сейчас заполняется. От всех идет. Идет такая вот желто-золотистая, серебристая. Это будет нормально. Потом ее сделаем дополнительную резервную энергию, откроем, и она полностью заполнится. Пока наблюдай за потоками, чтобы они все полностью свое, вернее, отдали. Все, что они украли. Вот сейчас я увидела ее лицо. Теперь наконец-то нормально. Ага. А ну, пока идет энергия, спроси у Грея. Грей, я обращаюсь к тебе, Ифу. Как случилось так, что вас не обнаружили в первый раз при диагностике? Что он говорит? Просто, говорит, не обнаружили. Ну, почему? Мы тебя обнаружили, а они не обнаружили. Там зато, говорит, много. Обнаружили всяких ляр. Понятно. Ну, вы прятались, когда вас диагностировали, да, я понимаю? Поэтому они снова обнаружили. Да. Он мимикрировал. Он мимикрировал. Я же говорю, что он мимикрирует. Но против нашей техники он не сможет мимикрировать. Хорошо. Как у нас потоки идут? Наполнилась. Полностью? Угу. Есть. Хорошо. И сейчас я обращаюсь ко всем присутствующим с одним единственным предложением. Я вам даю шанс добровольно сейчас вытащить все, что вы оставили в теле биополе Регины. После этого я буду проводить проверку ударом в 1 миллион герц. Если вы не уберете свои присадки, датчики, конвекторы и другие приборы, вы получите шоковый импульс удара в 1 миллион герц. Если вы просто будете гореть. Я не хочу вам причинять боли и страданий. Поэтому предлагаю вам сейчас один раз добровольно все это вытащить из тела и объявить о готовности к проверке. Поняли? Да. Хорошо. Начинайте. Угу. Там возле ног вот это, я не знаю уж, который из этих женщина снимает. Знаешь как, как будто так, прищепки ей же, прищепки снимает, с пальцев с ног прищепки снимает. Хорошо, пусть снимает все полностью. Что у нас черт делает? Ну черт он. Что-то такое было, знаешь как. В груди или в животе? Нет, 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 внизу, живота. Два пальца, эмоциональная очагка. Там он этот, просто что-то такое воздушное, что-то такое вытянул. Хорошо, пусть все вытаскивает. И как у нас там с Греем? С Греем он просто отключился, как будто как розетку высунул. Грей он должен все полностью вытащить из тела, потому что удар будет очень серьезный. Я не шучу, мы все найдем. По этим каналам же пойдет назад эта энергия. Я предлагаю не обманывать нас. Будет очень больно. Все вытаскивай. Маш. Что еще вытащил? Вытащил. Из класса что-то вытащил. Хорошо, ждем пока не объявят о своей готовности к проверке. Пусть полностью все вытаскивает. Кто закончил, пусть сразу объявит. Черт, вытащил. Сейчас эта тетка поворяется еще. Постарались, постарались, конечно. Божественно, интересно, как она с этим ходит. Ходила? Да, хотела. Все. Все готовы? Я еще раз спрашиваю. Да. Хорошо. Блокирую все каналы. Предлагаю тонкой копии Регины поменять полярность всех подключек. Один, два, три. Удар. Один миллион герц. Кого тряхнуло? Вылетели. Нет, просто эти штуки прям вылетели. Каналы отключили, да? Угу. Хорошо. Тогда, наверное, будем отпускать Грея. Грей готов уходить? Да. Хорошо. И на счет три. Я открываю наверху портал против часовой стрелки. И Грей забирает все, что наставил на своей тарелочке. Улетает в эту вороночку. Один, два, три. И забывает дорогу назад. Да. Закрывай, печатай, растворяй. Растворяй. Угу. Переходим к черту. Угу. Черт готов уходить на свою чистоту? Да. Хорошо. И на счет три. Открывается портал внизу на его чистоту. И он безболезненно уходит на свою чистоту и забывает дорогу назад. Один, два, три. Ушел. Открывает. Еще что? Зубы мне в конце показал, как собаки рычат же. Ну, конечно. Ничего ж не показать. Только лет сидит. И огненные пентаграммы на это место. Один, два, три. Есть. Так. Ну, у нас клетка пустая и остался этот фантом. Да, вот этот вот фантом. Ты знаешь, это же была... Она стояла же как женщина вот такая, да. Но у нее, знаешь, вот она поменялась. Стала как домохозяйка, которая платок на голову отделана. Это не русская женщина. Это казашка. Я обращаюсь к ней. Пусть назовет свое имя. Отвечает или нет? Нет, не говорит. Хорошо. На ней есть защита какая-нибудь? Она в платке. Хорошо. И на счет три. Я появляюсь рядом с ней, со своим копьем. Направляю на магической чистоте на нее свое оружие. Бью, две секунды. Один, два, три. Удар. Один, два. Стоп. Я еще раз задаю ей вопрос. Пусть назовет свое имя. Кто она такая? Она наша заложница. Магия обнаружена. Законы магии она знает. Знаешь, такое имя. То ли Альбина, то ли Адина, то ли Диана, вот что-то такое. Пусть она скажет, какая магия, какую она магию применяла, какое воздействие. А не подружки. Она просто... Позавидовала? Нет, она посредница. И не посредница, а как это называется. Короче, по просьбе чьей-то она просто... Сделала что-то такое, сделал. То есть она по к чему-то заказы сделала, да? Да. Хорошо. Я даю команду. Один, два, три. И ответственный заказчик появляется рядом с этим фантомом. Один, два, три. Кто там проявился? Тут и мужик проявился, и баба проявилась, и не знаю. Так, давай с каждым отдельно разбираться. Пусть мужик говорит. Кто такой? Мужик, я так понимаю, что это фантом проявился. И у меня такое ощущение, что мы его уже выкуривали, этого мужика. А папа, потому что описание, я смотрю, высокий. Ну, не высокий такой, но худощавый. Считай информацию. Это фантом после последней чистки. Один, два, три. Да. Хорошо. Открывается портал на его частоте, и он уходит безболезненно на свою частоту. Один, два, три. Портал закрывается. Опечатывай. Кто у нас там еще остался? И вот осталась она, и какая-то женщина, говорю, уже смуглая. Женщина смуглая, обращаясь к ней. Кто такая, назови свое имя. Какое магическое воздействие сделала? Знаешь. Наговор какой-то. Наговор какой-то. Просила какие-то слова, чтобы говорить. Чтобы вот это то, что везет ей, везение, чтобы ей перешло. На луну делала? Нет, не на луну делала. Какое стихи. А такое... На воде, на огне. На воду. На воде. Все понял, на воде делал. Хорошо. И когда это было? Ну, это было прилично давно уже. Цифра 10 идет, но это не месяц, а, наверное, 10 лет даже. И она заказывала у этой ведьмы, которая рядом стоит, да? Или это другая? Да. У этой заказывали. Да, она вот стоит. Ты знаешь, что интересно? Она так стоит у газовки, как домохозяйка с половником. Да. Так ведьма знает. Она может передать ей этот груз, который она сейчас забрала, этот кат, заказчице. Или себе забрать. Как она пожелает. Как она решит с ним сделать? Наш вопрос. Отдаст заказчице? Она тоже думает. Или она полностью откат пойдет на нее, на ее здоровье и семью. Пусть выбирает ее выбор. Она говорит, я ни при чем. Она отдаст. Отдаст ей, да? Хорошо. Тогда меня устраивает такой вариант. Вот. Безусловно. И пусть отдает прямо сейчас. И я буду отпускать их обоих на их волну. Она что-то ей налила половником в руки. Хорошо. Отдала? Да. Хорошо. Мы этой ситуацией довольны. Справедливость восторжествовала. И я открываю портал на чистоте ведьмы. 1, 2, 3. И она уходит безболезненно на свою чистоту. Благодарим за сотрудничество. Исчезла совсем с газовкой, с кастрюлей, с поломкой. Закрывай, печатывай. И сверху еще туда ставь пентаграмму. И у нас остался этот фантом и этой заказчицы. Женщины. Хорошо. И открываем портал против часовой стрелки. И эта женщина уходит на ту чистоту, с которой пришла. 1, 2, 3. Исчезла. Хорошо. И я даю команду. И живота тонкой копии Регины. Два пальца ниже попка. Заливаются пустоты, образовавшиеся от темных и патогенных энергий, сжигая энергии болезней земных и космических. Активирует гармонию свойства чакр. Если где-то осталась негативная энергия, то энергия проявит ее в виде темных пятен. 1, 2, 3. Пошел свет. Пошел. Прям засветилось. Регина улыбается. Нигде никаких затемнений? Пятен? Нет. Она вот постепенно вот так идет в разные стороны. Жди пока закончится и дашь мне. Манифест она читала? Манифест же я зачитывала, она повторяла. Давай сделаем все. Все хорошо? Есть. Хорошо. И по закону воли, души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Регина должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да. Хорошо. Я говорю вслух, а ее тонкая копия пусть повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Вылезли какие-нибудь договора? Да, вылезли. Пусть тонкая копия проверит и выберет, какие ей нужны и какие хочет аннулировать. Она их так берет и кидает, кидает, кидает на землю. Хорошо. А какой-то оставила. Отлично. Хорошо. Пусть повторяет за мной. Внутренней власти моего суверенного я, всех уровнях, плотностях, измерениях, воплощениях, временах и снах, силой моего намерения, да будет так, а так и есть. Прочитала она? Угу, есть. Хорошо прочитала? Да. Хорошо. И выходит эмоциональный фантом Регины 1, 2, 3 и проецирует тебе все негативные программы, негативные мысли, формы, а также низковибрационную эмоциональную энергию. Агрессия, все это низковибрационное, ежесгенерированное, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Есть, есть ее свои сомнения и переживания. Хорошо, спрашиваем тонкую копию Регины, как она поступит с этой энергией, она хозяйка этой энергии, может переконвертировать из категории низковибрационной, высоковибрационной, позитивных эмоций, либо сброс в воронку произведем? Переконвертируем. Хорошо. И с учетом достаточности герц энергии, прошу Регину произвести конвертацию этой энергии из категории низковибрационной, высоковибрационной, позитивных, положительных эмоций и мыслей. На счет один, два, три. Начался процесс переконвертации. Опиши. Вот такая, она стоит, вот она как колба, допустим, да? И вот эта темная поднимается, бурлит и осветляется. Отлично. Начнем окончание. Есть. Хорошо. И закончаем сейчас энергию, Регине, и возвращаемся к телу. Есть. Хорошо. И запускаем процесс активации, идентификации души на счет 3. Один, два, три. Пошел процесс. Есть. Хорошо. Ставим защиту. Подсоедини тонкую копию Регины. Создается защитная оболочка, укрепляется, наполняется. Как перекладины сами в воздухе складываются и светятся золотыми такими, как не луновое золото, только золото. Хорошо. Это сильная защита. Есть. Хорошо. И скажи мне, пожалуйста, какая частота вибрации максимально комфортна для биополя Регины сейчас? 60. И подними, пожалуйста, до необходимого значения в 60 Гц. Один, два, три. Есть. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Есть. Есть. И подними уровень эмоционального состояния тонкой копии Регины до значения 800 Гц. Есть. Синхронизируется энергия вибрации, усваивается, распределяется, гармонизируется наиболее эффективным образом. Один, два, три. Знаешь, прям такие от нее исходит свет, и в воздух поднимаются такие, как бриллиант, такие белоколубые пузырьки от нее. Отлично. Хорошо. Как закончится, скажешь? Есть. Хорошо. И сейчас мы просим куратора Регины прийти в нашу комнату диагностики на счет три. Мы приглашаем его в эту комнату. Один, два, три. Кто-то появился. Снимаются все маски и голограммы. Подойди, пожалуйста, спроси. Монкуратор. Да, это куратор. Он сразу пошел к моему куратору. К ней? К моему куратору. Но нам все равно надо с ним поговорить. Подойди, пожалуйста, к ним обоим. Поздоровайся. Мы приветствуем куратора Регины. Синхронизируется энергия и вибрации. Синхронизируй. Есть. Хорошо. И еще раз мы приветствуем куратора и просим его представиться, как к нему обращаться. Куратор или у него есть свое имя? Куратор. Куратор. Хорошо. Уважаемый куратор, мы сегодня произвели чистку Регины от сущностей. И хотели спросить, не хотели бы вы что-то ей передать сейчас, пользуясь случаем. Наверняка таких встреч у вас еще не было со своей подопечной. Когда вы можете прямо передать ей. И она это услышит. Мы это записываем на видео. Поэтому, если у вас есть какая-то информация, мы хотели спросить, не хотели бы вы сейчас с Региной ей поделиться. Он говорит, что он доволен, что она выбрала это сделать, потому что вот это все влияло на ее личную жизнь, не только на работу. Очень хорошо. Нам приятно это слышать. Она все время переживает. Это все напрасно, все хорошо. Личные переживания. Хорошо, мы это передадим ей. Ну, это ее мужчина, это ее мужчина, это ее судьба. Она понимает эту информацию, да, о чем речь? Да, да. Хорошо. Другого нет. Другого нет. Другого нет. Все понятно. Принц не приедет на белом коле. Ну, у нее классный муж, я не знаю. Ну, вот отлично. Зачем искать лучше, если уже есть человек доволен. Хорошо, мы это обязательно ей передадим, она это услышит. Уважаемый куратор. Тоже такое, знаешь, как будто бы, знаешь, такая доисторическая внешность. У него длинные волосы. И длинный, как бы, знаешь, впадал платье, перевязанное пояс. И длинные волосы у него такие. Ну, возраст у него, если бы я его сейчас вот в жизни увидела, сказал бы, что ему, ну, как неопределенный возраст, как будто 40 лет, но очень мудрый. Ну, хорошо, безусловно. Регине будет приятно узнать. Как она может с ним вступить в контакт? Самостоятельно? Умер, что он все время с ней в контакте. Отлично, хорошо. Значит, тогда Регина будет в курсе. Пусть это будет ей подтверждением, то что есть высшие силы, которые беспокоятся о ней и о судьбе. Хорошо, благодарим. Благодарю, благодарю. Хорошо, если вы все сказали, тогда мы будем возвращать комнату, тонкую копию вашей подопечной в тело. Да. Хорошо, мы прощаемся. Желаем всего наилучшего. И посылаю вам энергию любви и благодарности. Да, он ушел. Хорошо, рассинхронизируйся. Да, рассинхронизируешься, то прям. Хорошо. Ты хочешь что-то еще своему учителю сказать? Ну, нет, он просто смотрит. Он доволен, спроси. Да, они... Такое ощущение, как будто бы они и знают друг друга, не знаю. А что же мне знать друг друга? Вы же-то знаете друг друга, вот и они друг друга знают. Ну, это вот серьезно. Он подошел к нему, они так поздоровались. Ладно, хорошо, все, нам надо человека возвращать в тело. Давай, просто я такое первый раз вижу. Я понимаю, много еще чего увидишь. Мы благодарим куратора твоего и прощаемся с ним. До скорых встреч. Желаем ему всего наилучшего. Посылаем ему энергии, любви и благодарности.